Прежде чем робот начнет с чем-то работать, этот заголовок и анонс напишет журналист, редактор. И как это делает лента РО, которая, безусловно, заслужила внимания за эти годы и многим интересует, какие технологические приемы для этого существуют, вот об этом, собственно, мы и послушаем Игоря. Как вы делаете вот эти важные части, заголовки и анонс? Пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Я еще раз извиняюсь за то, что опоздал, но доехать в город из города Герой Химки, это как-то иногда настоящее испытание. Я сегодня не буду вас радовать картинками, слайдами и презентациями во многом, потому что, я думаю, вы на них еще сегодня насмотритесь, но и мне просто было ленивым делать, поэтому я просто расскажу вам все как есть. Служба мониторинга ЛЕНТРУ, извините за громкое название, состоит из двух человек, меняем его на плавниках, собственно говоря, это те самые люди, которые ищут новости. Я забыл представиться, Игорь Белкин, опускающий Даркер ЛЕНТРУ. Да, все, теперь все правильно. Нас двое человек, мы работаем посменно три дня в неделю по 12 часов и занимаемся тем, что ищем для этой самой ЛЕНТРУ новости. Наши обязанности входит отслеживать все общественно-политическое, что валится в ЛЕНТРУ, на всевозможные сайты и так далее. Зачем мы следим? Мы следим, прежде всего, за всевозможными информагентствами, в том числе здания, в которых мы сейчас имеем участие сидеть, также за зарубежными, это Францпресс, Шейдерпресс и так далее. Естественно, открыты еще около 20-30 вкладок с всевозможными новостными ресурсами из самых разных стран. Но их занообразие очень сильно зависит от того, где что происходит. То есть, когда у нас происходит понедвижня при ГИПТе, у нас, естественно, открыты Аль-Джазиры и прочие редко посещаемые отечественной аудиторией ресурсы. Когда президент больше неудачно слетал в Смоленск, соответственно, у нас активно читались кольские издания и так далее. И помимо вот этих самых двух людей, которые расслеживают основную текучку, есть еще куча народовой редакции, которые чем-то заняты, как-то неудивительно. Они мало того, что пишут новости, они еще приглядывают за тем участком работы, который выделен. У нас все делится как бы на три части. Общественно-политическое, вот это вот за этот вот отвечаем я вытащил. Есть еще экономический блок, там сидят отдельные люди, количество четырех или пяти человек, я никак не могу их запомнить. И есть, условно говоря, развлекательная часть, которая не является для нас приоритетной, но она все равно есть. Куда попадают всякие IT-новости, новости про кошек и так далее. Как строится сам мониторинг? Дело в том, что, я думаю, вы все прекрасно знаете, я не хотел бы быть капитаном очевидности, но придется сказать какие-то такие вещи. На этот форм-агент каждый день банится очень много всего. А у небольших изданий вроде НТРУ, я сейчас не иронизирую, у нас не так много народу, как может показаться. У нас там в нью-стором сидит 50 человек, из них активно пишут, человек 20. В условиях довольно-таки ограниченных ресурсов невозможно просто записывать каждый пшит. И в одну только ленту, допустим, РИА новостей, там сзади валится что-то около 800 или чуть ли не по 1000 заметок. Собственно, как в этом вобилие информационного материала разобраться и желательно не тронуть сумму. У нас есть такая замечательная фраза, которая часто звучит на вид коллегии. Господи, что же мне делать? Я и умный, и красивый. И приходится сильно соображать. Как этот процесс происходит, я сейчас попытаюсь объяснить. Значит, если вы видели закрытую ленту любого информагентства, вы прекрасно знаете, что у него есть новости обычные, которые идут черненькими, и есть новости необычные, которые идут красненькими. Ну, все необычные, которые идут красненькими, это, конечно, все замечательно, но ставить их к себе в здание совершенно необязательно. Это, наверное, первое, что должен усвоить человек, который пытается работать мониторщиком и человеком, который ищет новости. Потому что то, что кажется важным своим коллегам или конкурентам, оно необязательно важно для твоей аудитории или твоих читателей. Потому что если кому-то важно, что про Путина сказал Брюзлов, это необязательно должно быть важно аудитории ленту. И это, скорее всего, ей не важно. Соответственно, все, что касается зарубежных изданий, тут точно такая же история. Допустим, BBC или Transpress. Они безумно любят либо какие-нибудь чрезвычайные происшествия в странах очень третьего мира, которые вмикают в российских СМИ, я не знаю, раз в год, если вдруг, не дай бог, там самолетов забьются, либо очень сильно любят всякие экзотические виды спорта вроде Крикета, которым просто агентство Transpress способно уничтожить мозг любого человека, когда у них там активный сезон. И главное не обращать на это внимание, главное соображать, что нужно твоей аудитории. Мы пытаемся как по этому ориентироваться? Во-первых, мы, конечно же, прежде всего смотрим все время, о чем пишут наши коллеги, чтобы понять, сошли мы с ума или нет. Действительно, вот то, что мы считаем важным, оно действительно важное на данный момент. Мы можем в чем-то совпадать, в чем-то не совпадать, но, в общем, я думаю, вы заметили, что у основных игроков картина дня более-менее схожа. И, допустим, если мы включим потом радио или телевизор, то можно практически в таком же порядке услышать, как зачитываются те же самые новости с тех или иных сайтов, буквально слово в слово и практически в том же самом порядке. Пустячок и приятно. Что касается выборки новостей именно по западным странам, я еще на этом немного задержусь, мы как пытаемся ориентироваться здесь? Помимо того, что надо руководствоваться здравым смыслом и понимать, что вынуждает, допустим, BBC часто писать про Уганду, им просто про это нравится писать. Про Россию никому не интересно. Мы еще ориентируемся на статистику. Мы когда-то развлекались тем, что отписывали всякую мелочь, допустим, по африканским странам. И потом сильно радовались, что помимо выпускающего редактора и автора заметки, ее прочли еще целых 400 человек. По меткам на интервью это полный крах, и это действительно просто бесполезная трата времени. Также в плане мониторинга у нас есть такое замечательное правило, так как у нас своего контента как такового практически нет новостного, но у нас нету разветвленной переспондентской сети и так далее. И так как мы, грубо говоря, осуществляем работу только в онлайне, всегда докапываться до первого источника. Потому что, ну, мы, конечно же, полагаемся на наших коллектных переводческие данные и писательский талант, но когда речь заходит о чем-то довольно-таки важном, которое происходит не в России, никаких предпосылок к тому, чтобы не найти, кто проект написал первым, кто проект написал подробнее, нет. Потому что сейчас существует какая ситуация, когда большинство сайтов, больших и маленьких, ну, скорее всего, почти все, я думаю, которые работают с информационными лентами, они очень часто не заморачиваются, если речь идет о каком-нибудь событии, которое произошло за рубежом, и проект, допустим, напишет «Реановский». Они возьмут заметку «Реановский» и переработают и сошлются на «Реановский». Это, конечно же, здорово и правильно, но почему-то ничто их не заставляет попытаться самим найти какую-то дополнительную информацию, что, собственно, заставляет очень, в крепких выражениях, делать нас. Зачем это надо делать? Понятно, что уже кто-то проделал эту работу, кто-то нашел эту новость, кто-то ее перевел, но получается, что ты не доверяешь самому себе, ты доверяешь кому-то другому делать за тебя эту работу. Поэтому нужно обязательно находить первоисточник на иностранном сайте. То есть, опять же, я вернусь к Польше, да, то есть здесь что-нибудь происходит в Польше. Про это пишет какой-нибудь российское агентство, и все радостно думают это все делать передирать. Зачем? Потому что лень всем остальным. Лень зайти на какой-нибудь польский сайт, лень воспользоваться в углу, ну, знаете, какие там есть газеты, но не каждый человек должен знать, в какие газеты от Польши выходят. Я сейчас, например, на скидку скажу максимум твиле, это название переворок. Найти этот польский сайт. Потом воспользоваться услугами любого онлайн-переводчика, он криво-косо переведет, но общую суть, то понять, что происходит. И ты уже ознакомившись с первоисточника, сможешь лучше понять, что происходит. И при этом полагаться не только на то, что сделали с тебя другие люди. Что касается заголовков и отношения к новостям и вытащивания инфоповодов. Как мне кажется, опять же, глядя на то, что в Бунете происходит, именно лень заставляет людей лить, преподносить именно новости крайне однобок. То есть, если кто-то вытащил из новости какую-нибудь подробность, то есть, допустим, я не знаю, Путин посетил, не знаю, дерево-перерабатывающий завод, и все дружно пишут 48 тысяч сообщений, Путин посетил дерево-перерабатывающий завод. И очень часто все упускают из виду то, что где-то в середине вот этого заметки, которую за борьбе расстрочил по исполнению, может быть, например, что Путин, находясь на этом заводе, отвечая на вопросы населения, ответил, что да, я не буду баллотироваться над выбором 2012 года. Я, конечно, сейчас утрирую, и такого не может быть, потому что я сомневаюсь, что этого не заметят. Этого не может быть, что я не заметил. Хорошо, первая удачная шутка за сегодня, я не удался. Но такие вещи очень часто случаются, поэтому в обязанности, мало того, что мои еще людей, которые у нас эти новости пишут, обычно в докторах входит понимание того, как надо новость преподать. То есть, заметку, которую ты берешь в качестве исходника, она у тебя такой сырой, необработанный материал. Ты можешь делать с ней, что получается, как, грубо говоря, кусок глины. То есть, ты можешь вытащить, допустим, что там машина, там, Лада Калина Путина сломалась по дороге на дерево перерабатывающийся. Возь пойдет в раздел авто. Я буду замечательно читать. Лада Калина сломалась, Путин, отлично. Можно вытащить, опять же, основной вот этот посыл про выборы 2012 года. Это идет в раздел политика, это считают замечательно. В комментах творится феерия, все безумно рады. Но, к сожалению, очень часто такой феерии не происходит, потому что люди видят заметку, думают, ну, там же люди умные сидят, поэтому я ничего делать не буду. Я просто либо поставлю, как есть, либо перепишу, как есть. Лучше этого не делать. Потому что иначе, получается, сейчас сложилась такая ситуация, когда новости стали выглядеть очень одинаково. Понятно, что они происходят одни и те же, но разнообразия подачи материала очень мало. То есть, вариации сейчас две. Либо сухой козырярский язык, либо уход в какой-то, я не знаю, уже запредельный трэш. Вот. И людей, которые пытаются делать золотую середину, их довольно-таки мало. Мне кажется, тут виной всего либо страх сделать что-то по-другому, либо банально лень. Мне кажется, что все-таки лень, потому что обычно, когда я старался просто переработать новости, ничего с меня особо не делать, это была просто лень. Так что я сужу к силе. Вот. Сейчас изображу, чтобы сказать дальше. Правильно? У вас на вопрос. Да, конечно. А сколько новостей в день вы личный перерабатываете на сайт? Вы пришли, дальше заработаете, сколько в день вас уйти? Ну, я, честно говоря, не считаю несчитанным. Дело в том, что не все, что я нахожу, не все, что я ставлю, оно обязательно найдет в ленту. Потому что, помимо того, что с заметкой, по поводу происходят замечательные такие вот пропорции, про которые я говорил, в антакапе, например, первоисточника, там попытка понять, что в этой новости стоит вытащить наверх, на что стоит обратить внимание, есть еще такая замечательная вещь, как проверка на баянистость. То есть, часто так бывает, что даже в закрытые моменты ставятся новости, которые, мягко говоря, не свежи. И я вот по своему опыту могу сказать, что я когда-то работал в ночной смене, однажды в инфаленте одного российского информационного агентства увидел новость, которой было 6,5 лет. То есть, ну, бывает такое, да, то есть новости было действительно 6,5 лет. Я очень много смеялся, когда это обнаружилось, но это надо проверять. Так вот, общее количество новостей, которые там лично я ставлю, это сильно зависит от дня. То есть, выходные, это не больше там 40, из которых отписывается штук 30. А в будний день, в зависимости от того, там происходит что-нибудь или нет, это от 200, ну, там иногда доходит до 300, но это когда мне уже совсем нечего делать, и хочется валить все подряд. Но тут главное именно это выборчность, потому что завалить админку новостями про то, как на окраине Петербурга у маршрутки сбуло колесо, это много ума не надо. Но потом просто очень сложно среди этого всего распределять новости. Просто процесс распределения новостей, он тоже достаточно важен, и, допустим, когда у тебя рядом стоит что-то важное, а сверху 5 тупых новостей, снизу 5 тупых новостей, да, там, не знаю, задавление, были тысячи в Пскове, задавление устранено, да, вот, 5 таких вот задавлений, у тебя прошло нос, посреди этого теряется. Так что тут, тут дело на самом деле не в количестве. Их могут быть десятки, могут быть сотни, но главное, чтобы там главное не затерялся. Теперь про заголовки я сейчас еще, конечно же, скажу, я еще сейчас скажу немножечко про нос, мне его хоть напомнило. Что такое анонс? Я не знаю, может быть, вы заметили, если вы когда-нибудь заходили на Ленту.ру, может кто-то не заходил, не знаю, встречается, когда говорю, где работаешь в Ленте.ру, говорят, а, желтые опрессы. Да, 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 конечно. Пишем про Колю Баскову и Динну Кудалаке. Вот, значит, когда вы заходите на Ленту.ру, вы можете иногда видеть, что когда происходит что-нибудь такое, ему из ряда вон походящее, то есть не дежурная новость, которая может подождать 20-30 минут, события в Белоруссии почти уже двухнедельной давности, появляются очень короткие заметки. При том, что средняя по формату Ленту.ру заметка это там от четырех абзацев и выше, потому что мы стараемся писать более-менее развернуто и не отбояриваться от дорогого читателя фразой, что что-то произошло, в общем, все. Иди, включай телевизор, там покажут. Новость каждосрочная мы стараемся ее делить на несколько этапов. Собственно говоря, первый этап, это если совсем что-то плохое произошло или там важное. Мы ставим красную строку на сайте, то есть она, как сущность, у нас нигде не присутствует. Это просто такая плашка, которая присутствует там и все. Попасть в мере как нельзя, никаких дополнительных хитов она нам, естественно, не переносит. Потом появляется анонс. Это первый абзац, собственно, где содержится информация о том, что произошло и кто об этом сообщил. Вот и потом поэтапно, как только поступают новые подробности либо их не поступают какими-нибудь образом, от какого, вот мы дописываем просто по абзацу или читатель просто на глазах у него эта самая история разворачивается. Вот. Теперь история про заголовки. Каким образом мы их делаем? В 99,5% случаев, когда новости, грубо говоря, ну, когда могут быть вариации, да, то есть никогда у нас идет новость, что умер актер Михаил Казаков, там, не надо ничего делать с оголовком. Если ты, он сделал что-то креативное с оголовком, тебя надо бить кантилятором по лицу, вот серьезно. А когда новости, которые позволяют какую-то спогоду в заголовках, я имею в виду, там, не только перестановку слов, но какую-то там, иную подачу, материал, то есть, в подавляющем большинстве случаев мы стараемся делать заголовок свой. То есть, мы, еще раз повторюсь, от исходника стараемся оставлять только одно, инфоповод. Инфоповод и факт, инфоповод, да, факты придумываем всякие. Вот, мы стараемся оставить, грубо говоря, скелет вот этого сообщения, самый вышли, и форму подачи сделать под своим. Это обусловлено следующим. Во-первых, чтобы нас не обзывали обидными словами агрегатор, чтобы нас не обзывали обидными словами копипастер, потому что за копипейсты, сами копипейсты, лентеру увольняют причем сразу. Опять же, прецедентом было довольно-таки много, увольнений были довольно-таки громные, громкие, шумные и, на самом деле, обидные. И второе, это потому что очень часто язык, которым подаются сообщения, он довольно-таки словно для восприятия. Потому что, допустим, если бы мы взяли, брали, допустим, какое-нибудь сообщение с сайта Кремля и предназили его в таком виде, в котором он, в котором есть, ну, я думаю, читатели бы нас не стали бы поминать добрым словом. Они и так редко поминают и с комментариями, но, в общем, я думаю, им было бы менее интересно. Потому что очень часто всякие сообщения от официальных лиц, от чиновников, они требуют перевода на русский язык. Очень часто бывает так, что приходит какой-нибудь пресс-релиз сообщением о том, что вот принят такое-то постановление о том-то-том. И так, человека так стоят на нем 15 минут и пытаются понять, а что же они хотели сказать. Вот. В очень редких случаях получается, что мы не понимаем. Так вот, я снова вернусь к заголовкам. Заголовки у нас получаются каким образом? Значит, все строится, новость начинает писаться именно с заголовка. Мы пытаемся сообразить, получится с заголовками или нет. Я так всегда делал и очень многие редакторы Лентуру практикуют именно такой вот способ подхода к новости. Тебе надо сначала сообразить, как ты можешь эту новость преподнести именно с точки зрения заголовка. Заметка, то есть сам инфоповод может быть прекрасный, замечательный, просто искрометный. Ты понимаешь, как знаток то или иное тема, что это же очень важно. Но если ты ему сделаешь у него заголовок, то читать не будет. Поэтому у нас все начинается практически с заголовка. Заголовок у нас появляется уже на этапе постановки новости в админку. Он, как правило, там всегда рабочий и на ганью всегда цензурный. Хотя нам это запрещают делать, потому что иногда люди ошибаются и всякие нехорошие слова в Ленту могут попасть. Вот, я думаю, вы знаете, не такой случай, я про него говорить лишний раз не буду. Был, на самом деле, еще один, но его, к счастью, никто не заметил. Но там вообще жуткая похабщина попала из-за того, что кто-то не ту Аську скопировал в полис для заполнения картинки. И недавно мы тоже отличились. Кто-то сократил заголовок, вернее, пускайший редактор в сокращенном виде прислал автору новый вариант заголовка, автор не глядя его вставил в новости, но и у нас родился заголовок «медведь одобрил» и дальше что-то там идет. А так как был вечер к летнице и там происходила пересменка в таком замечательном виде, новость провисела 20 минут и всеобщее радости читателей, которые записали нас уже просто в барсы с режимом, для либералов, пятой паломной или что угодно. так вот. Так вот, у нас есть рабочий заголовок и, как правило, часто получается так, что человек, который мониторит, он приблизительно может ближе к тексту, ближе к тоннему варианту ставить переработанный заголовок. То есть, когда мы пишем какую-нибудь очень важную новость, которая не требует шпитильности, мы так автору и говорим, что все прекрасно, только заголовок оставляем монитор, не более плавно, хорошо, окей. Очень часто заголовок, который ставится в обминку, потом вообще от него не остается ничего, потому что, допустим, я нашел какую-то новость, вспоминаем Путина и деревообрабатывающий завод. И мне действительно показалось прикольным, что у него сломалась машина, но дотошный автор находит, что мало того, что Путин не будет плотироваться на выборах, он еще скажет, что вместо медведев займет Грызлов. Тут все просто падают в обморок, и мы вытаскиваем Грызлова, допустим, наверх. Вот. Я могу, когда эту новость читать по диагонали, это запросто пропустить. Задача автора в этой новости разобраться, придумать, что надо вытаскивать наверх, и придумать ей, собственно говоря, заголовок. Но из основных наших правил, по формату именно, это то, что заголовок обязательно должен быть в глаголе, и там должно что-то происходить. То есть, там, ну, должно быть какое-то действие, что-то должно такое, как, использовать нижнюю лексику движняк, чтобы был, потому что, когда заголовок скучный, допустим, сейчас скажу, Псковского губернатора 3,5 гектара земли. Кликабельность этого заголовка чуть-чуть менее, чем равна нулю. Вот. А потом, если мы, допустим, сделаем, что, там, владение Псковского губернатора, там, я условно говорю, я сейчас не хотел бы никого, очередно, владение такого губернатора, увеличились в 10 раз, это уже совершенно другая история. Или, там, то, что у него внезапно обнаружились эти гектары. И тут, можно как угодно. Плюс ко всему, мы стараемся избегать заголовков таких слов, как «может». Допустим, не знаю, там, «Вася может пойти вперед». Очень хочется сказать, а может и не пойти. Также стараемся избавляться от слова «хочет», потому что после этого хочется сказать, а кто же ему мешает тогда? решил, собрался, что угодно, но не может и не хочет, потому что это действительно как-то жиденько-жиденько получается. Еще одним нашим правилом является, конечно, воздерживаться от всякого так называемого трэша в заголовках, потому что очень часто хочется, конечно же, похохмить, но окончательно превращаться из сайта Lentero в Twitter Lentero в official все-таки нам не позволяет формата здравого смысла. То есть, грубо говоря, если кто-нибудь из вас видел наш Twitter, кстати, кто-нибудь видел? Так вот один человек и тут хорошо. Значит, все не зря. Грубо говоря, вот те заголовки, которые у нас рождаются на этапе постановки новостей, именно сам рабочий процесс, они попадают именно в этот Twitter. То есть, они очень часто такие хулиганские, озорные и так далее. И мы пытаемся вот это вот хулиганское назарство все-таки упихнуть в формат. То есть, как-то, чтобы даже в самой унылой новости, которую все-таки надо писать, как-то объяснить читателю, зачем мы это делаем. Потому что очень часто ты забываешь, что ты это делаешь, что не ты ради читателя этот, то есть, не он ради тебя такой хороший на ленту пришел, потому что такой ты сидишь лечишься рубашки там красивые, еще темные очки на столе лежат. В общем, поэтому, а потому что ты для него работаешь. И когда ты забываешь, кто для кого, то получается такая фигня, что ты делаешь на отвали, вот тебе такой заколовок, что тебе не нравится, читай. Приходится для того, чтобы держать человек, для того, чтобы держать его интерес все время выкручиваться, придумывать что-нибудь. Поэтому я понимаю, что сейчас это все сжало крайне сумбурно и непонятно, поэтому я очень надеюсь, что впечатления от выступления как-нибудь вытянут камерные острые вопросы, которые, надеюсь, конечно же, возникнут. Так вот, в общем, что можно сказать? Не вестись на приоритеты, которые расставляют другие издания, самим решать, что вам важно. Если агентство, которое что-то красное страхование, обязательно должно сразу появляться у вас, не обязательно должно вообще появиться у вас. Второе, это всегда докапываться до первоисточника, если речь идет о чем-то заубежном. Потому что больше, чем люди, которые там были на месте и общались с неустойниками, вам про то, что произошло, никто не расскажет. Сейчас, секундочку, секундочку, я сейчас продолжу. Терпите, минуточку буквально. Третье, это обязательно проверять, не было ли этой новости где-нибудь, скажем так, пару-только дней назад. Но просто для интернет-СМИ, как вот, для нас, если новость уже день, мы ее уже писать не будем, потому что это уже, ну, вчерашние новости уже сегодня, вчерашние новости уже сегодня, это мы так, про нас, конечно, шутим на летучке, пишет наш девиз, но наши постараются так и делать. Торопитесь, мы написали про это. И, конечно же, выискивание альтернативного подхода к новости. Это касается как заголовка, так и, собственно говоря, информационного повода. Пожалуйста, не забывайте мой пример про дерево, обрабатывающий завод, возможно, он когда-нибудь спасет вам жизнь. Спасибо. Пожалуйста. Пока там микрофон не все нужен, я спрошу, а когда вы говорите вот о зарубежных новостях, а когда о наших отечественных новостях, которые где-то не в Москве произошли, вы докапываетесь до этого источника или полагаетесь на это факт? Ну, за... Нет, мы, конечно же, доверяем очень сильно коллегам, но обычно, допустим, есть что-то происходит допустим в Владивостоке и при этом автор новостей не сходил на дейт, он на него очень громко рукается. То есть все региональные новости мы стараемся отсматривать по региональным сайтам, но обязательно стараемся идти к первоисточнику. Мы, ну, глубочайшему огорчению, правда, очень многие региональные сайты предпочитают дождаться ревновостей и вытащить какую-нибудь информацию по ним. Слышите? Да. И это как бы не очень угли, когда, допустим, ну, я опять же беру пример с головы и если кого-нибудь обижу, пожалуйста, не обижайтесь, у меня просто карма такая сегодня. Допустим, если в Коеве что-то происходит и какое-нибудь Псковское издание, то есть буквально там под боком у этого издания, это издание пишет об этом по агентствам, которые сидят в Москве, у которых просто на Псковском есть корреспондент, который, кстати, возможно, работает в этом самом издании. Ну, это как-то очень некрасиво и, на мой взгляд, у вас вот админка сделана самописно, либо вы заказывали там какую-нибудь компанию и каковы возможности автора либо редактора по наполнению ее контентом? Он ставит только текст либо может иметь право дополнять фотографиями, видеороликами и чем-то еще, то есть вот как-то вот так. Спасибо. Значит, по кликабельности я могу сказать следующее. опять же, все зависит от дня. Когда происходит Домодедово, то новость про это, про все заходит около 10-15 тысяч человек в 5 минут. Правда, самым главным лекарсменом Лентору за всю историю стала новость «Вы ни за что не поверите, какая». Самая популярная новость Лентору за всю историю с почти миллионов хитов. Умер Владимир Турчинский. Тот же день умер Егор Тимурович Гайдар. Его читали в 10 раз меньше. Вот так вот. Такие вот замечательные у нас читатели. Вот. Но в случае с Турчинским, конечно, все запредельное. Как правило, хорошая новость, которая стоит на морде, которая действительно интересна, не была вымучена от того, что предыдущая стоит уже 3 часа, Игорек, давай найди что-нибудь, ну давай хотя бы Тимошенко, давай. Когда такого нету, вот это где-то полторы-две тысячи в пять минут. Остальные новости, которые прибывают в семерке, ну там где-то от 300 до той же тысячи в пять минут. Значит, что касается админки, она у нас абсолютно доморощенная была всегда, значит, первую версию писал еще Машков, вот, годы три-четыре назад мы поняли, что 90-е уже все-таки закончились, и нам надо писать что-нибудь новое. Вот у нас сменялся за последние четыре года две версии админки, вот сейчас у нас вторая, кажется, ну ладно, не будут даваться в детали, в общем, редактор в этот админ делать может вообще все. То есть у нас никаких технических ограничений нету, то есть может писать текст, залить картинку, добавить ринг, пошить что угодно, врезать видео, то есть, ну вообще все. А можете дополнить, у вас веб-интерфейс или какая-то институтная программа? А у нас раньше был веб-интерфейс, сейчас у нас как бы отдельная страница. Спасибо. Вот, я, кстати, хотел еще дополнить ваш вопрос, я вот вспомнил то, о чем забыл сказать. Скажите, пожалуйста, вот кого-то здесь присутствующих в зале на работе работодателей считает нужно блокировать социальные сети там или скайп какой-нибудь. Есть? Есть такое дело? Скажите им, пожалуйста, что Лента.ру передает им огромный привет и сильно благодарить за то, что вы помогаете нам избавляться от конкуренции, потому что очень многие новости, которые происходят, например, в медийной сфере, они первыми появляются именно в соцсетях. Вот, фейсбук, твиттер, жж. Если у вас работодатель считает, что это вам не нужно, это вам заблокировано, пожалуйста, передайте Атлета.ру, что это является одним из, если не основных, то довольно-таки значительных инструментов в нашей работе. У нас в городе работодатели и у вас на весь сайт отключают. Им нравятся слепо-глухо немые работники, видимо. Разрешите, да? Так, по существу. Вот, вы сказали, что вряд ли большой аудитории, интересно, что сказал там Грызлов о Путине, да? Вот, я о другом. Вот, новость, может быть, вот она в одном контексте и в другом. Это две разные новости? Да, можно чуть-чуть. Ну, то есть, Грызлов мог сказать о Путине, один сайт напишет, ах, как здорово сказал, а другой сайт скажет, фу, как сказал, а события-то одно и то же. Ну, это, понимаете, это уже он улитига, когда фу, как сказал, или как сказал. Это не новость? Нет, это редакционная политика каждого отдельного сайта. Ну, честно говоря, нет. Грызлов плохо сказал про Путина и так далее. Новости ничего не оценивают, новости сообщают. Если человек что-то оценивает новости, значит, он паршой новостник. Понятно. Вы знаете, уже два дня у нас звучит такая фраза. Ну, к сожалению, у нас такая публика, к сожалению, у нас такие читатели, и это прозвучало у вас. А значит, что делать? Закрыть комментарии. Я не говорил, что к сожалению такая публика. Я сказал, вот такая у нас публика, потому что, ну, все мы прекрасно понимаем, что человек приходит в интернет прежде всего развлекаться, если он заходит на новостной сайт. Ну, то есть, для нас это работа, для него это развлечение, он потребляет информацию, для него это такой инфотеймент. И я прекрасно могу понять, почему, допустим, трагическая смерть Шоумена стала столь популярной, хотя мне, как на Лоснику, кажется, что война в Южной Осетии это гораздо важнее. Мне, как на Лоснику, кажется, что трагические события в Москве в этом году и в прошлом, они гораздо важнее. Для читателя, который очень любит смотреть, допустим, ТНТ, гораздо важнее было то, что Товчинского больше нет. Это не читатели плохие. очень часто, не мы такие, жизнь такая, как поет один популярный певец. Я просто говорю сейчас вот именно с точки зрения новостника, что для меня лично очень обидно, что, скажем так, Егор Галяр, который в истории России сыграл гораздо большую роль, чем Владимир Турчинский, что новость про его, про то, что его бы не стало, ну, разошлась меньше. Про то, что про это говорили гораздо меньше, чем про Турчинского. Я сейчас не оцениваю их как ньюсмейкеров, просто мне, как на Лоснику, это странно, но реакцию аудитории могу понять. Я могу пожаловать своему читателю только по поводу комментариев, которые они оставляют, но если посчитать общую аудиторию Лентеру и число людей, которые активно комментируют, это статистическое погрешность. И людей, которые, там, нравятся писать гадость по каждому поводу, их действительно, на самом деле, очень мало. Они просто бросаются в глаза больше. Пожалуйста, кто и как у вас модерирует комментарии? Значит, на первых этапах мы считали, что мы справимся сами, потом, когда у людей стали научаться нервные срывы, а я вступил в длинную полуматерную дискуссию с одним человеком, который считал преимущество одно раз и другим неоспоримым, мы решили, что нам, пожалуй, нужны отдельные люди для этого. У нас сейчас работает два модератора, или три, не помню, два или три, они работают посменно, то есть у них есть отдельная админка, где они видят все комментарии, которые падают. В случае, когда происходит, опять же, я много раз про это уже говорил, сегодня скажу еще раз, когда происходит теракт, когда у нас посещаемость вырастает в разы, вот, мы вызываем сразу всех модераторов, потому что тогда очень сильно народ активизируется и, как правило, не может никак угомониться часов до 11 вечера. Вот мы раньше отключали комментарии к терактам, сейчас мы не отключаем, потому что читатели имеют тенденцию расползаться в соседние новости и говорить про то, что власти скрывают, кровавая грибня, поработила лентуру и так далее. Нам проще открытие жестко модерировать, воевать с ними. Что вы не пропускаете? Мы не пропускаем стандартные вещи, которые нельзя качать на митингах, мы не пропускаем обсценную лексику и оскорбления в адрес редакторов, мы не пропускаем, естественно, спам, который предлагает хорошо развлечься, быстро похудеть и спросить меня, как. Ну и какие-то вещи, которые можно уже там оставлять на усмотрение модератора в плане вкусовщины. Но в основном просто люди устраивают банальный интернет-срач, который нам не хочется видеть на странице хотя Reader's Lenta Road, именно наш форум, это как бы отдельная сущность, которая там счетчиками не считается и к нам как бы отношения не имеет. Это форум, это такой вот троллядник. Но нам все равно хотелось бы, чтобы там было более-менее чистенько. Вот читать это, конечно, категорически невозможно и жутко неприятно, но люди развлекаются, им нравится там. Я пропустила оппремодерацию? Нет. Поппмодерацию. Довольно важно на самом деле, потому что такие проблемы тоже в нашем интернете калек возникают. И высоты постмодерации в общем справляетесь. В основном, мы еще добавили кнопочку «пожаловаться», то есть модератор, естественно, не все может отследить. Если кто-нибудь что-нибудь заметил, он превращается в виртуального Павлика Морозова и мы получаем заявку на удаление комментариев. Обычно большинство заявок это просто потому, что в интернете кто-то неправ, посмотрите, какую чушь он написал, но приходится их все рассматривать. Скажите, пожалуйста, обвалить вас можно? Попробуйте, попробуйте. Нет, вообще на самом деле обвалить нас можно. Последний раз у нас, у нас-то, была удачная на нас ДОС-Атака пару лет назад и таким образом мы лишились поиска по ленте. То есть какие-то били прямо в поиск наш, доселе прямо туда, нам пришлось его открутить. мы туда повесили новый, который сейчас висит на Рамблере и у Рамблера они могут досить сколько хотят, я посмотрю, как они вам парят. У нас где-то раз в неделю происходят малюсенькие ДОС-Атаки и где-то раз в пару-тройку месяцев большие, заканчивается приблизительно всегда одинаково. Мы минут на пять подвисаем, я забегаю в программу и говорю, что такое? Они говорят, спокойно. Потом, правда, получается очень некрасиво, когда мы закрываем целых провайдеров иногда и нам потом пишут, что я не могу попасть на лентуру, что такое? Нам, по-моему, приходится эти айпишники открывать. Вот. А в принципе у нас в принципе за счет очень простых и дешевых решений выросли производственные мощности. Я не буду сейчас как бы вдаваться потому что я тут все-таки местами чайник. Но наши совбались, скажем так, гораздо сложнее, чем это было там год или два назад. Но когда-то лента падала просто от наплыва посетителей, это даже атака нет. Мы падали от наплыва посетителей из-за того, что у нас очень неудачно располагался картиночный сервер и просто от него держал нагрузки, которая шла с загрузки картинок. Сейчас мы картинки положили на отдельный сервер и даже если он упадет, то сама лента грузится будет. Нас спасает то, что мы можем любой блок отключить практически в любой момент, если что-то плохо работает и нужно поднять ленту прямо сейчас, мы просто это отрезаем от сайта и все. Давайте вот этот вопрос и еще один и опять дадим слово следующему. Вот можно вопрос по поводу цитирования вас и в принципе как вы относитесь к тому, что ваши новости предположено полностью перепечатываются без ссылки на вас и вообще какие-то правила или санкции вы применяли таким ресурсам, которые без цитирования вас полностью копировали? Значит, как правило, действия мы при принимании следующие. Мы смотрим такую заметку и говорим вот козлы, и все. В принципе, знаете, этот подход очень сильно помогает, экономит нервы. Что касается того, что цитирование у нас там русским поднялом на сайте написано. Хотите методом копипасты использовать наши материалы? Ради Бога, пожалуйста, если несложно, напишите, что это Лента.ру. У меня один смешной был случай, когда мою статью про Южную Осетию полностью передрали на другой сайт. Вот это был единственный случай, когда я взвился просто, потому что написали Игорь Билкин газету. Ну, не гадный случай совсем уже. Я очень люблю газету.ру, но я работаю не там. Я в Лентеру работаю. Единственное, что у нас не стоит как бы брать категорически этой картинки. Дело в том, что мы их по-честному покупаем у агентств, и у нас есть на них права. Но у нас права на них какие. Мы имеем права использовать эти самые картинки только у нас, и не для передачи третьим лицам. Поэтому, если вам хочется каким-нибудь образом брать наши новости, то, пожалуйста, мы будем крайне рады, если вы внизу напишите вообще-то это Лента.ру, но вот мы к себе повесили, и картинку какую-нибудь свою возьмите, потому что Франц Пресс иногда обижается, что вот своровали у вас все... Пусть иметь дело с Франц Прессом, а не с Лента. мы как правило Франц Пресс говорим, ну это же не мы, это вот они все вот. Ну вот, тоже в самом принципе касается всех картинок, у нас, если мы что-то берем, допустим, из каких-нибудь блогов, у нас есть договоренность с кеми или иными людьми, то есть перед тем, как кого-то взять, а там пишу, там же, или в Твиттер, типа вот там, здравствуйте, дяденька, или там, тетенька, у вас такой хороший фотоаппарат и такая красивая картиночка, а можно мы возьмем себе? Вот как правило все говорят, да-да-да, конечно, а потом круто, меня повесили на Ленте.ру. Вот, ну, может быть, человек, вот я просто не там был свидетелем, когда у вас совершенно другая реакция, когда мы повесили на Ленте.ру новость с его картинкой, потом какой-то сайт это все передрал, вот, и он долго возмущался, что они подпись картинки неправильно написали, написали, что это фото Ленте. Вот, человека обидели. Последний вопрос. Я? Да-да-да. Скажите, пожалуйста, вы ищите информацию, ищите, пишите новости только по информации сайтов, или, допустим, вы можете позвонить вот тетеньке или где-нибудь как-то сказать? Мы, конечно же, мы, конечно же, звоним, то есть, просто ливиная доля работы по мониторингу, она именно осуществляется через агентство, через сайты, через СЕС. Но мы дозвонимся, мы позвоним и мы звоним, нам звонят, сообщают, кстати, у нас тут кое-что это срам, и мы такие, ага. То есть, у нас есть, и в последнее время, что меня радует все больше и больше появляются новости, которые мы пишем именно по своим источникам. То есть, мы не зациклимся на чем-то одном, то есть, мы стараемся как можно разнообразнее свою работу делать, во-первых, чтобы скучно не было, во-вторых, чтобы было интересно. у нас там все-таки не сто-пятьсот тысяч человек, поэтому мы как-то, мне кажется, мы пока неплохо справляемся. Но эксклюзивные новости вы там вообще-то часто задали? Ну, я не могу сказать, как часто, не часто. Они просто бывают, уже хорошо. У вас что принципиально нет в курсе сети? Извините, какая курсе сети, если у нас в редакции 50 человек? У нас ее не то, чтобы принципиально, нет, мы просто по другому принципу работаем. Мы информационно-атлетическое издание, мы не информагентство. То есть, мы не... У нас задача, понимаете, не подогнать какой-нибудь тяцкий жареный эксклюзив, а приводнести информацию для читателя максимально в договоре и широком виде. То есть, на нас нет никаких приключений, как, допустим, на агентство, которое, ну, с большой неохотой ссылаются друг на друга, если вообще когда-либо ссылаются. Нам не лень поставить ссылку на реаной новости, нам не лень поставить ссылку на интерфакс, если у нее есть какая-нибудь подробность. Мы даже можем на лайф-ньюс поставить ссылку, если у них вообще какая-нибудь есть подробность, которой, ну, вообще ни у кого нету, и непонятно, откуда они ее взяли. Мы не агентство, у нас нет таких приключений, ну, и, соответственно, курс сети у нас тоже нет. То есть, ну, пару десятков человек это все делает, и все. Мне очень понятно все-таки, источники сообщают, они сообщают новость, или не сообщают, вот, посмотрите, у меня на сайте лежит классная новость, возьмите. Вот те, кто 20 человек пишут, они все-таки переписывают события, которые выложены там на сайте? Нет, нет, нет. Источник, источник, который звонит, допустим, говорит, и опять же, беру гипотетический пример, а то сейчас начнется, сенсация. Вот, допустим, чиновника А снимают, типа, поцелую ваш источник. Вот в таком виде. То есть, после того, как его поцеловали, вас поцеловали, ваши журналисты звонят и делают свою новость, правильно? Или вы ищете эту новость, которую об этом уже написали другие сайты? Нет, ну это же идиотизм, зачем? Если нам что-то источник, наш проверенный, что-то сообщил, зачем нам ждать, пока про это кто-то еще напишет? Мы берем, про это пишут. Все понятно, спасибо. Давайте перейдем к следующему концу нашей программы. Спасибо большое, Лидарь. Спасибо.